Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём. С вами в студии Олег Соловьёв. Итак, основные темы выпуска. Взаимодействие с оператором в части синхронизации работы транспорта и персонала управляющей компании достигнуто. В администрации обсудили текущую обстановку в городе. У нас подарки в передней дедушке, в стеже. Дирекция Центра спортивной подготовки «Динамо» Росэнергоатом вручила подарки баскетболистам. За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 644 сообщения. Управление по делам ГО и ЧАЭС отчиталось о происшествиях за неделю. Новый год! Сказочное приключение. Ученики 4-й школы прошли новогодний квест. А теперь об этих и других событиях подробнее. Встреча президентов России и Белоруссии в Москве 25 декабря закончилась договоренностью о создании российско-белорусской рабочей группы. В нее войдут представители правительств с двух стран. Они подготовят предложения по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительство. Встреча двух лидеров предшествовали резкие высказывания с обеих сторон. Накануне встречи Лукашенко сказал, что не будет больше называть Россию братским государством. В России на это отреагировал сначала первый заместитель председателя правительства Силуанов, а потом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Первый заявил о потере доверия к Белоруссии. Песков, говоря об отношениях с Белоруссией, также не стал использовать слово «братские», назвав их особыми союзническими. 25 декабря в здании администрации состоялось последнее в уходящем году оперативное совещание руководителей подразделений. Какие вопросы обсуждались на встрече, смотрите в сюжете. За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 247 вызовов. Зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими. Круглосуточный стационар поступило 117 человек. Заболеваемость ОРВИ в городе остается на низком уровне, диагноз «грипп» не выставлялся. В акушерском отделении на свет появилось три младенца. Медсанчасть полностью готова к работе в праздничные дни. Эксплуатация инженерной инфраструктуры города проходит в штатном режиме. Вопрос вывоза твердокоммунальных отходов в период праздников стоит на контроле руководителей ЖКХ. Взаимодействие с оператором в части синхронизации работы транспорта и персонал управляющих компаний достигнуто. Поэтому есть надежда и некоторая уверенность, что новогоднего коллапса мусорного, она все-таки Десногорску избежать получится. В новогодние праздники Десногорцев ожидает насыщенная программа мероприятий. 4 января в 16.00 в Центре культуры и молодежной политики состоится рождественский концерт. С 4 по 6 января в Историко-Краеведческом музее пройдет новогодний маскарад. А с 5 по 6 января в детской библиотеке покажут спектакль до семейного просмотра. Бабушки тоже были маленькими. 6 января в 11.00 мы приглашаем на рождественский турнир по баскетболу ФОК Десна. 7 января с 11.00 до 15.00 – рождественские гуляния на площади администрации, программы «Катание лошадя», концертная программа, конкурсы. И 8 января мы приглашаем «Разноцветный мир», итоговая игровая программа, посвященная Дню детского кино, Центра культуры и молодежной политики. 28 декабря в период с 10 до 10.30 будет проводиться проверка муниципальной системы оповещения населения с включением электрических сирен и передачей речевой информации. Десногорцев просят сохранять спокойствие. Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. 1 января 2019 года в Смоленской области состоится переход на новую систему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением отходов займется региональный оператор Акционерное общество спецавтохозяйства. Его выбрали в результате весенних конкурсных процедур. Для обращений граждан по этому вопросу открыта телефонная горячая линия. Она работает до 9 января 2019 года. Обращения от населения принимаются по телефонам, которые вы видите на своем экране. Традиционные новогодние утренники проходят не только в садах и школах. Центр спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» организовал праздник для своих воспитанников, юных баскетболистов. Подробности далее. Красиво украшенный зал, нарядная елка, забавные костюмы, Дед Мороз и Снегурочка в ожидании самых юных воспитанников баскетбольной секции. Ребята сразу же приняли активное участие в играх. Они водили хороводы, танцевали и пели. Все получили незабываемые впечатления от развлекательной программы. А вечером этого же дня состоялся праздник для ребят постарше. Для них звучали известные композиции, заслужившие популярность у молодежи. Их развлекали профессиональные аниматоры. Праздник ребятам очень понравился. Он доставил радость, веселье и заряд положительных эмоций. Очень все интересно. Программа мне очень понравилась. Дед Мороз, Снегурочка, они очень зажигательные были. То есть современное все было. У меня еще впереди 4 года, как я буду учиться в Десногорске. И эти 4 года я хочу продолжить заниматься баскетболом. Очень хороший утренник. Я на тех утренниках никогда не был. В школах проводятся подобные утренники, но они не такие. Здесь своя атмосфера. Здесь все очень круто. Директор Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» отметил, что реализация проекта не была бы столь успешной без участия родителей и педагогов. У нас уже создалась такая некая община баскетбольная. И она пополняется потихонечку. Самое главное, что не убывает, что у нас большая опора – это наши родители. Очень благодарны мы в этом году, конечно, нашим директорам школы, нашим учителям физической культуры. Наконец-таки такая активность от них пошла уже такая серьезная. От всего нашего движения, большого, дружного, хочу всех поздравить с Новым годом. Хочу пожелать, безусловно, здоровья, личного счастья, благополучия. В завершении праздника все получили подарки от Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом». Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. И все с Новым годом! В Смоленском регионе зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом среди детей. Об этом говорили на конференции в рамках проекта «Школа педиатра». Форум также посетила и главный фстезиатор Минздрава России Валентина Аксенова. Количество случаев заболеваний среди смолян до 17 лет уменьшилось более чем на 23%. Такие результаты достигнуты благодаря тому, что подавляющее большинство новорожденных прививают от туберкулеза. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей два раза, по оказанию помощи скорой один раз, по ликвидации последствий ДТП с пострадавшими один раз. За семь дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 644 сообщения, из них 267 ложных. Поступило отработано 4 просьбы от населения. 25 декабря в Смоленском областном суде начался процесс над бывшим участковым уполномоченным полиции. Его объявляют в убийстве трех человек. Поводом для совершения преступления послужили материальные затруднения бывшего участкового. Его пристрастие к ставкам на спорт привело ко множественным долгам. В результате, по версии следствия, он убил трех человек и похитил более 150 тысяч рублей. Следователи провели обыски по месту жительства бывшего участкового. У него дома были обнаружены боеприпасы – 23 пистолетных патрона. Новый год – это сказочная пора, которую особенно любят дети. В последнюю неделю декабря в школах Десногорска традиционно проходят утренники для ребят всех возрастов. Наша съемочная группа побывала на празднике в четвертой школе. Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и другие сказочные герои перенесли ребят и гостей утренника в атмосферу настоящей зимней сказки. Новогоднюю развлекательную программу подготовили педагоги-организаторы школы. Выразительная игра актеров-любителей, яркие костюмы и танцевальные номера дарили всем лучезарное настроение. Праздник наполнил зал добротой и верой в чудо. Но, как и бывает в сказке, чтобы добрые силы победили, герои должны пройти через испытания. Справиться с ними помогали дети, они поддерживали актеров аплодисментами. После встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой ребят ждал увлекательный квест, который для них подготовили родители. Дети отгадывали загадки, решали кроссфорды, искали одинаковые рисунки снежинок, угадывали мелодии. А в конце игры им было необходимо отыскать мешок Деда Мороза. Мы сегодня были на ёлке, и мне там очень понравилось, потому что были разные персонажи, там выступали множество человек. И всякие там конкурсы были, истории, мы весело провели время. Сегодня мы были на ёлке, мне там понравилось, там было очень весело. Никто из ребят не остался без сладкого подарка, а ещё они получили настольные книги загадок и ребусов. Но самое главное, дети почувствовали теплоту сердец, заботу и внимание со стороны педагогов и родителей. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. А теперь о погоде. 27 декабря в Десногорске пасмурно, возможен снег. Днём минус два, ночью до минус десяти. На сегодня это все новости. Всё самое интересное и актуальное на нашем телеканале и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Олег Соловьёв. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!